ну что ребята техника дошла таки до этого ожившая открытка пожалуйста пошли ребята значит давай будем себе представлять что ты богатый чел что тебя ламборгини припаковано и так и и ничего от этого не изменится никто все равно к тебе в эту бамборгини не сядет так в общем связи с ожившей открыткой ребята еще раз фильм джона карпентера в пасти безумия значит мой рекомендацион я не могу каждый раз повторять все свои рекомендации в каждом видео сейчас обстоятельства такие что я двигаюсь на встречу с моей сестрой с детьми которые ребята находятся в александровском саду вот такие райские обстоятельства антон пауз чехов в расцвете лет больной туберкулезом в этом гнетущим плохом самочувствие постоянном кашле вроде как блеснула надежда кафе кашель начал утихать но тут бах он снова покашлял и на батистовом платочки след крови что является надписью дела плохи светит солнышко цветут цветочки а дела плохи тебе как говорится добрый вечер чудесном анекдоте про ося насильника вежливого в лесу завелся лось насильник но он такой вежливый очень куртуазный то есть имейте в виду значит ну заяц значит заткнул себе кое-что пробкой бежит ла 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 лук чпок добрый вечер истошные эти самые истошные канонические песни ужас когда ужасно когда песня становится канонической напоминает какой-то гимн для серого шествия в ад серое шествие в ад друзья мои айдз 2 но напоминаю друзья еще раз у красная площадь если кто-то не знает это название старые еще до того как здесь происходили всякие заводейству поэтому да впрочем возвращаясь все к тому же самому что я там свечку не держал ребятки да да ну вот сейчас повидаю сестру с детьми по поводу детей поскольку они живут у меня дома как у дэвида линча в шасса в никуда билл пульман спрашивает дьявольское создание ты где я у тебя дома вот за факин гол он ну вот я не связи с этим я просто говорю не сиди сестру я я ее очень люблю и детей тоже просто просто я сделал свои выводы по поводу того чтобы заводить своих детей значит выводы такие что нахрен они мне нужны не могу понять то есть для того чтобы быть нормальным человеком я и так нормальный человек и слава богу что я мужчина потому что для мужчины это совершенно не важно вот даме абсолютно необходимо родить ребенка а мужчине это совершенно не важно так что все в процессе во первых сейчас я настроен ребята как-то сберечь свое здоровье вот так из подволь то есть не обязательно такая гол как уже это многократно говорю не обязательно это делать специально как-то сделать это до зожником становиться это не надо но когда у тебя значит на силу эту личность твою психику вся эта вся хрень собачья то из подвольна отберечь здоровье не нужно идти на такие обострения в результате которого у тебя как говорится будут ну короче говоря в игре да то есть одно дело там тебя стрельнули у тебя там сердечки сытости исчезли а другое дело уже кирпичики здоровье вот кирпичики здоровья не нельзя затрагивать но там понервничал там побивал пороги так слегка подустал может быть даже сильно подустал да но изматываться до до полного истощения себя доводить не надо потому что истощение ребята это верный путь к потере здоровья еще раз напоминаю тебе что мне рисуется следующая картина ничего не получилось денег не заработал там те исполнилось 50 лет никакой карьеры никакого признания никак никакой семьи или нифига нету все нифига нету друзья родные там все на отправились кто куда как говорится и ты обнаруживаешь себя в маленьком деревянном домике в тихой местности где-нибудь в лесу да всем на тебя плевать но ты вдруг просыпаешься ты понимаешь себя чувствуешь хорошо что ты хорошо спишь что ты можешь себе заварить великолепный кофе что можешь себе сварить макарошечек поесть включить ютюбчик и просто выйти погулять и вдруг ты поймешь в этот момент что черт а как надо было еще преуспевать ну вот опять же тот момент когда тебя ждут торопят тот момент когда ты все побегаешь вот сейчас я читаю стивенсона роман и его тоже вся поймал на этом то есть важнейшие такие слитки мысли некого описания от определенного стечения обстоятельств просто пробегаешь взглядом и и все и не усваиваешь а в таких текстах почему они великие эти тексты стивенсона и другие литературные произведения такие вот почему они великие потому что там чаще всего каждый строчка на вес золота в лучших смыслах да поэтому вот торопят надо бежать не видишь ничего вокруг да но клумбы ухоженные пока что да ну в общем тогда чего друзья давай будем держаться курса если это конечно возможно потому что вообще еще раз говорю что у меня огромные проблемы с утра со встав со вставанием из с приведением себя в какой-то состояние того что хотя бы я могу шевелиться что-то говорить из вот этого из безнадёги которая на меня сваливается то есть утром я сегодня опять я только к трем часам дня где-то пришел в себя только к трем часам дня вот и представь ну вот ладно да вот так вот ребята приобретать какой-то благо за счет других это свинство так нельзя то есть надо стремиться к тому чтобы все процветали но не за счет друг друга не вот без закона джунглей без вот этого вот всего всего возможно это неизбежно возможно это как говорится законы матрицы всякое такое но вот здесь я зимой на эту скамеечку присаживался прости за выражение лето уходит и туда ему и дорога считаю что я этим летом достойно справился с нагрузкой съездил марил лёва привет ну и чё почему ну кое-что давай закидывай давай а слушать самая я муж не факт что с вами пойду пошли